Павильон для пчел. Пчеловодство – дело довольно хлопотное, но очень прибыльное. Главное – не допускать болезни и повышать силу пчелиной семьи. Для насекомых не существует календарей, поэтому им необходимо создавать условия для благоприятной зимовки. Делается это для того, чтобы повысить количество приносимого в следующем сезоне нектара. Оптимальным вариантом решения данного вопроса является павильон для пчел. С появлением такой конструкции, как павильон, пчеловодство вышло на новый уровень. В этой конструкции, которую можно создать своими руками, может помещаться больше десяти семей. Самое основное – это разделить семьи фанерными перегородками, для того, чтобы насекомые не мешали друг другу жить и работать. Павильон для пчел – очень выгодная конструкция на пасеке, так как она существенно экономит место, которое можно рационально использовать, а под другие нужды. Пчелодомы бывают разными, стационарными и передвижными. Соорудить пчелопавильон своими руками сможет даже новичок в этой области. Павильон для пчел – как построить своими руками. Для постройки конструкции следует сначала сделать чертеж, на котором все будет отмечено до малейших деталей. Это существенно облегчит работу впоследствии. Обратите внимание, для того, чтобы пчелиные семьи не мешали друг другу, павильон рекомендуется конструировать не более чем на 25 семей. План пчелодома имеет некоторые требования к внешнему виду и внутреннему содержанию, следует правильно рассчитать размеры конструкции. Пчелиный дом должен быть оснащен как рабочими помещениями, так и помещениями для хозяйственных нужд. В чертеже обязательно должна присутствовать система вентиляции. Рекомендуется продумать освещение для пчелодома и его обогрев в холодное время года в обязательном порядке. Следует отвести место, в котором будет храниться рабочий инвентарь. Также понадобится материал, из которого будет создаваться пчелопавильон. Инструменты для работы с металлом резко сваркой. Д. Домкрат для поднятия фургона. Металлические уголки и швеллера. Брусь из дерева, доски, материал для покрытия крыши, конструкции, гвозди, фанера. Инструкция и размеры на заметку. После создания чертежа можно приступать к работе по строительству павильона. Рекомендуется рассчитывать высоту пчела дома не ниже роста пасечника. Это делается для удобства работы с пчелиными семействами, сборки нектара, передвижению внутри павильона. Коридор в фургоне должен быть не менее 90 сантиметров, чтобы пчеловод смог пройти по нему с медогонкой, не потревожив пчелиные семьи. Далее фургон, который будет основой дома, рекомендуется поставить на ровную поверхность для того, чтобы опустить в нем дно. В этот период работ незаменимыми помощниками будут домкраты уровень. После того, как пол опущен от деревянной перегородки разобранной, сооружается каркас, который состоит из металлических швеллеров и уголков. Тут пригодится опыт работы со сварочным аппаратом. Далее каркас оббивается деревянными листами фанеры, которые крепятся к брусьям из дерева. Также на деревянных брусьях конструируется крыша из досок материала для покрытия, чаще всего используется рубероид. Рекомендуется сделать в павильоне окна или люки для вентиляции воздуха. После этих работ можно помещать внутрь улики с пчелами. Закреплять их можно с помощью брусьев. Инструкция и размер павильона интересна. Особых усилий создания пчелиного дома не требует. Достаточно большого желания и минимальных знаний по работе с материалами. Чертежи типового проекта чертежи по созданию пчелиного павильона можно нарисовать самому, а можно взять из интернета. В основном в интернете предоставляются однотипные планы пчелопавильона. Следует обращать внимание на то, чтобы в чертеже были отмечены такие параметры. Размер фургона, беспрепятственный доступ каждому. Улику, теплоизоляция самой конструкции, наличие вентиляционной схемы, план освещения. Пчеловод может выбрать конструкцию крыши самостоятельно. Она может быть и плоской, и покатой, и даже откидной. Рабочее помещение пасечника размещается в типовых конструкциях в начале павильона. Важно! Стены и пол рекомендуется утеплять двойной прослойкой. Зимой она убережет от морозов, а летом от сильной жары. Ули могут располагаться по двум сторонам фургона и этажа. Виды пчелопавильонов. Пчелиные павильоны бывают двух видов – стационарные и кассетные. Стационарный пчелиный павильон не предусматривает момента перемещения. Это добротная конструкция из металлических панелей с комнатами-уликами из фанеры. В этом пчелодоме присутствует хозяйственная комната, в которой пчеловод хранит свое рабочее оборудование. Возможен вариант реконструкции стационарного павильона в передвижную, но в этом случае следует подбирать колеса. Еще один недостаток переделанного стационарного пчелодома в мобильный заключается в том, что он будет слишком тяжелым и неудобным. На заметку, мобильная версия пчелиного дома по плану помещения практически ничем не отличается от стационарного. Все та же хозяйственная комната для хранения инвентаря – все те же расположения уликов вдоль двух стен. Отличает мобильный павильон от стационарной конструкции присутствия в первом колесной паре, с помощью которой конструкцию можно перемещать с места на место. Пчело-павильон – кассетное отличие домов для насекомых. Стационарные кассетные виды павильона для пчел все же отличаются друг от друга перед конструированием павильона собственными руками. На своей басике следует отдать предпочтение какой-то одной разновидности. Эти две разновидности домов для насекомых бесспорно хороши. Их основные различия заканчиваются в наличии у одного варианта колесной пары. Они экономят место на пасеке. Их наличие успокаивает пчеловода в зимний период года, так как пчелы содержатся в тепле. Жизнь в пчелопавильоне увеличивает добычу меда на 30%. В них можно поделить у пчел на расплодные и безрасплодные и поселить их по две стороны прохода. В последнее время пчеловоды отдают большее предпочтение мобильной разновидности пчелиных домов. Из-за своей транспортабельности кассетной боли выгодно содержать. Стационарный вид можно реконструировать под передвижный вид, но стоить это будет в разы дороже создания павильона своими руками. Кассетный дом для медовых насекомых удобен в использовании и уходе. Его можно перевести ближе к цветоносам, в нем удобнее обрабатывать стены и пол от пчелиной болезни, такой как нозематоз. Таким образом, становится ясно, что дом для медовых насекомых построить не так сложно своими руками. Это очень выгодная конструкция в лане ухода за пчелами и сборки меда.